Товарищи, митинг посвященный всероссийской акции протеста в защиту народных социальных прав объявляет открытым. Первый выступающий, первый секретарь краевого комитета Докачев Анатолий Николаевич. Дорогие товарищи, земляки-приморцы, мы сегодня с вами проводим наш митинг в очередной раз. За последние 25 лет это не единственный митинг. Проводим их каждый год, а точнее может быть и каждый квартал. Потому что социально-экономическая ситуация в стране и в регионе только ухудшается. Она никак не растет и никак не развивается. Сегодня, когда в стране фактически идет геноцид населения, когда цены растут, когда американцы объявили санкции, казалось бы, надо сплатиться. Но власть делает все для того, чтобы довести население до гражданской войны. Мне кажется иногда, что в центре избиркома и в правительстве сидят завербованные ЦРУ агенты, которые хотят развязать такой же Майдан в России, как на Украине. Которые хотят раздробить нашу общую родину, Российскую Федерацию. Последнее решение Центральной избирательной комиссии это доказывает. Как можно не дать депутатский мандат человеку, за которого проголосовали миллионы. Которого население объявило народным президентом Павлу Николаевичу Грудинину. По закону обязаны были передать мандат. И Центр избирком, который давно превратился в цирк, цинично, нагло отказал ему в этом мандате. Сегодня такие же митинги проходят во всех городах и республиканских краевых центрах нашей Родины. И везде в резолюцию мы будем включать пункт об отставке Центральной избирательной комиссии, которая давно не служит интересам населения. Вы помните, как цинично они растоптали выборы в Приморье? Это здесь победил коммунист, губернатор коммунист. Они украли нашу победу. И также цинично не дали мандат, народный мандат, Павлу Николаевичу Грудинину. Кабарев будет обжелать это в суде и объявлять соответствующие акции протеста. Но я хочу, чтобы задумались в том числе и во властных коридорах. Неужели они не понимают, что они творят? Такими действиями они фактически создают революционную ситуацию в стране. Это фактически накануне судьбоносных для нашей страны решений. Завершая выступление перед вами, я хочу призвать вас к вплощению. Сегодня не важно, какого цвета у вас флаг. В любом случае, правда, за красным знаменем. Потому что на протяжении 25 лет мы доказали приверженность нашим убеждениям и лозунгам. Да здравствует победа социалистической революции! Ура! Ура! Ура, товарищи! Дадим слово председателю Краевого Союза Советских Офицеров Вадима Витальевича Грушукова. Дорогие товарищи, уважаемые гости и жители нашего замечательного города Владивостока и Приморского края. Черные тучи сгустились над нашей землей. Эти черные тучи, прежде всего, это властные структуры в лице Путина и Медведева, в лице Государственной Думы и губернатора Приморского края, вместе с теми депутатами, кто его поддерживает. В чем проявляется зло, которое пришло на нашу родную землю? Любую направление возьмем, и везде есть масса примеров. Первые пенсионеры наши недавно додумались, друзья, внесли в федеральный закон, по которому якобы неработающие пенсионеры получат огромные деньги. А когда мы посчитали, то получилось 26 миллионов пенсионеров, и каждый из них в месяц получит 60 рублей. Я об этом сказал этим друзьям. Говорят, вы что лукавите? Разве можно обманывать людей? Что такое 60 рублей сегодня? Добавка к пенсии – это издевательство над пенсионерами. Возьмем нашу молодежь. Сегодня гробят образование. Разве мы, жители советской страны, не помним того, что было когда-то? Бесплатное образование было, бесплатное медицинское здравоохранение, и не было проблем, невзирая на кошелек своих родителей, получить образование, доступное, качественное и лучшее в мире. Сегодня, благодаря реформе, науке и образованию, науку гробят, а заодно и наше образование превратили в услугу. А поскольку это услуга, то за нее нужно платить. Они даже не скрывают, негодяи, что именно эту задачу и поставили. Возьмем еще один пример. Армия наша. Я сегодня представляю движение ДПА. Это движение в поддержку армии оборонной промышленности, воды и науки. Я вхожу в центральные органы Союза советских офицеров. И сегодня должен с прискорбием сказать, что армию рушат, оборонный комплекс рушат. За последние 15 лет наша армия получила 5 самолетов Су-30, а Китаем передали 130 самолетов. На кого работает наша оборонка? Разве можно это допускать? Нам говорят, что у нас нормальное вооружение, что у нас проблем не будет. Уверяю вас, будут, если эта власть останется во главе с верховным главнокомандующим Путиным. Не видать нам победы. Поэтому наша с вами задача крепить нашу взаимодействие, крепить нашу дружбу, крепить солидарность нашу и защитить наших детей, защитить внуков, защитить нашу землю от тех бед, которые сегодня свалились на голову нашей великой Родины. Я уверяю вас, только в единстве наша сила сегодня вот на территории Приморского края, кто не знает, 43 политических партии. Но зачем это нужно делать? Конечно, если использовать их метод разделяя и властвуй, то надо еще 50 партий создать. У нас две партии. Партии трудового народа, партия трудящихся, партия рабочих, крестьян, специалистов, служащих и тех, кто примкнул к нам из числа военных, и партия тех, кто сидит на хребте народа, кто сожжет его кровь, кто продает нашу землю. Господин Путин 29 декабря 2014 года подписал 473-й федеральный закон, по которому 60% земли отдают иностранцам. По этому закону отменяется квотирование иностранно-рабочей силы. По этому закону разрешает иностранцам голосовать и быть избранным вместо органов самоуправления. Нам что такие законы нужны? Это предательство национальных интересов. Долой такую власть! Не позволим издеваться над нашими детьми, над нашими внуками. Продавать землю не позволим. Да здравствует наша народная советская власть! Повсеместно создавайте органы народного самоуправления! Крепите дружбу! Вступайте в ряды Союза Советских Офицеров! Вступайте в Компартию! Вступайте в ДПА, в женское движение, в Русский ЛАД! Объединим все усилия для того, чтобы навести порядок на территории Владивостока, края и восстановить нашу великую советскую родину! Да здравствует социалист! Да здравствует наша победа! Ура, товарищи! Ура! Товарищи, за свои права нужно бороться каждый день, каждый час, не только на митинге. Пожалуйста, берите газету «Правда Приморья». Следующее слово дадим депутату Законодательного собрания Приморского края Беспавл Владимир Георгиевич. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня я хочу рассказать о том, что последние месяцы, особенно начиная с обсуждения пенсионной реформы с середины прошлого года и сейчас, когда мы вот 7 марта внезапно обсуждали поправки в федеральный закон по прожиточному минимуму пенсионера, видно, как в ручном управлении президент пытается спасти правительство, которое совершенно неумело, по-наглому, защищая интересы олигархов, ужесточает удавку на шее и пенсионеров, и рабочего класса. Я сегодня посмотрел статистику нашего приморского краевого стата управления и приведу несколько цифр, которые красноречиво показывают, что мы топчемся на месте, что в крае жизнь, благосостояние абсолютного большинства людей не растет. Вот, пожалуйста, данные за два месяца инфляция в крае составила потребительские цены 1,2%, цены на продовольственные товары 1,7%, индекс цен производителей промышленных товаров рост на 2,2%, если интерполировать на край, вернее, на год, то инфляция у нас в стране будет не 4,7% или 5,5%, как вчера говорила председатель Центрального банка Набиулина, а более 7%, и те жалкие крохи, которые нам обещают с повышением пенсии, с повышением зарплат, они потонут в этой инфляции, и мы будем жить только хуже, а при этом внутренний воловой продукт в прошлом году вырос только на 2%, а в этом году прогноз 1,7%, максимум 2,2%, то есть воловой внутренний продукт это все, что мы производим, оно в 3, в 4 раза меньше темпы роста, чем инфляция, о чем мы говорим, и просто очень жаль, что нас сегодня не так много, но я думаю, акции протеста продолжатся и у нас в Приморском крае, и в России, чтобы как можно больше людей понимали, что то правительство Медведева, которое за год потеряло рейтинг в 2 раза, и президент тоже в 2 раза потерял свой рейтинг, это говорит о том, что все больше и больше людей прозревают. вот я сказал несколько слов об инфляции, а о чем это говорит? О том, что сейчас стоимость минимального набора продуктов питания достигла 5278 рублей, это каждому в месяц требуется, чтобы хватило питания, чтобы прожить на эти деньги, но с другой стороны, уважаемые женщины, мужчины, приходя в магазины, покупая продукты, неужели мы не понимаем, что 5000 на семью, даже из двух человек, явно не хватает, и мы просто проживаем уже на уровне бедности, так вот, за 2 месяца минимальный набор продуктов питания вырос более чем на 1,6%, а это несколько сот рублей, неужели зарплата у нас тоже выросла настолько, да нет, конечно, теперь о величине прожиточного минимума, он у нас разный, для трудоспособного населения, для детей, для пенсионеров, но в целом за прошлый год прожиточный минимум пенсионера в месяц составил 12 623, много это или мало? Это не только питание, но это еще различные услуги, оплата жилищно-коммунального хозяйства, проезд в транспорте и так далее, и так далее, и так далее. Кто проживет на 12 тысяч? Наверное, никто. Так вот, есть у нас пенсионеры, их более 70 тысяч, у которых пенсия составляет менее 10 тысяч. Менее 10 тысяч. И когда в октябре прошлого года в комитете по социальной политике утверждали прожиточный минимум пенсионера на этот год утвердили 9 тысяч 988 рублей. Это по данным второго квартала прошлого года. Когда в декабре прожиточный минимум пенсионера по расчетам того же Крайстата составил 10 тысяч 143 рубля. И вот этот преступный расчет, который нам спустили с Министерства труда и социальной защиты, он приводит к тому, что нарастает протест ветеранов против такой низкой пенсии. И вот почему 20 февраля президент соизволил поругать правительство и изменил порядок расчета пенсии. Ну, по некоторым расчетам она возможна с индексацией вырастет минимальная до 10 тысяч 880 рублей. Но это тоже критически мало. Критически мало. И я хочу сказать еще о том, что в прошлом году средний прожиточный минимум пенсионера составил 12 623 рубля. Но в 2012 году, когда к управлению краем пришел Миклушевский, есть такой, вернее, был такой губернатор у нас, они посчитали, что в 2018 2019 году прожиточный минимум пенсионера должен достигнуть 14 с половиной тысяч. Повторяю, на сегодня не 14 с половиной тысяч, а 12 600. Вот насколько нас обдирают и обманывают краевые правители. И этого дальше терпеть нельзя. в заключении выступления я хочу сказать, что если посчитать, а вот краевая статистика дает такую цифру, что численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума на 1 января этого года составляет 278 тысяч 800 человек. Это столько же, сколько было и 5 лет назад. Значит, благосостояние не растет. К тому же вот этим людям, которые живут ниже прожиточного минимума, в целом вот этим 278 тысячам не хватает миллиарда рублей на то, чтобы жить, как говорится, на уровне бедности. И еще страшные цифры, о которых я хочу сказать. Значит, коэффициент дифференциации доходов, то есть во сколько раз 10 процентов получающих наивысшие доходы больше 10 процентов беднейших. Так вот, у нас в крае это соотношение составляет 12,3. То есть богатые у нас получают и живут лучше в 12 раз, чем пенсионеры. Я думаю, цифр достаточно для того, чтобы сделать вывод, что дальше вот эту политику социально-экономического геноцида и в Приморском крае и в России пора прекращать. И поэтому мы сегодня должны объявить курс правительства Медведева преступным. И правительство Медведева потребовать в отставку. Кто за? Надо, конечно, и говорить о том, что и общеполитическая обстановка тоже тяжелая. Вот в сентябре к нам приезжал Павел Грудинин. Некоторые, наверное, видели его, да, в районе ВГСа. Помните? Прекрасный русский мужик, умница, организатор и производства. Так вот, на него сейчас такое гонение и такие преступления приписывают, что, как говорится, мороз по коже. А на самом деле это чистейший человек. За него на выборах президента проголосовало около 8 миллионов. Но ЦИК в составе там 15-18 человек позавчера принял решение не регистрировать его как депутата Государственной Думы от фракции КПРФ вместо ушедшего из жизни прекраснейшего человека ЖРС Ивановича Алфьорова. Разве это не грубейшее нарушение соотношения сил в стране и уважения к каждой партии, к каждой фракции? Я думаю, обращение ЦК партии КПРФ Верховный суд это правильно, но мы снизу должны поддержать и принять сегодня решение Центральный Центральную избирательную комиссию в отставку. Кто за товарищи? Но я думаю, при чтении резолюции мы это закрепим, как говорится, уже четко. Спасибо, товарищи, за внимание. наша фракция КПРФ в законодательном собрании борется за интересы. Вот здесь сегодня нет профсоюзных лидеров, нет ЛДПР, нет продажной партии пенсионеров, но зато есть коммунисты и не только КПРФ, но и другие коммунисты. И вот нам надо объединиться для того, чтобы в конце концов победить и взять власть в свои руки. Ура, товарищи, победа будет за нами! В 75-го года я отслужил на флоте 30 лет. Я всегда гордился моей страной. Моя жена, которая уехала вчера в Китай, она еще 72 года, она еще должна работать. Мы не зарабатываем столько, чтобы нам хватило. Она сказала, я тебя не буду уважать, если ты не пойдешь на митинг. Я не буду тебя уважать. От имени моей жены, от меня, мы монастырские, она Людмила Владимировна, Павел Филиппович. Я отслужил 30 лет на флоте. Я хочу гордиться моей страной. Я хочу гордиться моим президентом. Я не могу им гордиться. Понимаете, он стал, вообще-то говоря, продажной сволочью. Уж так оно и получилось. Что правительство было мерзопакостное, а теперь еще и президент к нему совокупился. За последний год, когда его избрали, его избрал весь народ. Что случилось? Мы получили людо, человеконенавистические законы. Мы получили те законы, по которым мы сейчас должны уходить на 5 лет позже на пенсию народ. Это означает, что законы брошены в будущее. Это означает, что дедушки с бабушками не будут заниматься внуками. Мамы и папы не смогут доверить своих внуков дедушкам и бабушкам. Дедушки и бабушки, а особенно дедушки, не выйдут на пенсию. Сейчас лозун должен быть один. Поддержи единую Россию, сдох недосрочно. Понимаете, получается так. Ты даже не доживаешь до пенсии. И мы сейчас здесь не знаем, как нам увеличить население Приморского края. Как? Да элементарные есть вещи. Каждой женщине на три года уменьшите срок выхода на пенсию. Первый ребенок три года, второй ребенок шесть лет, третий ребенок десять лет. И будут женщины рожать. Неужели такие элементарные вещи, даже денег не требуется? Так понимаете, это сволочная власть, которая делает вот так, вот как она делает, чтобы элементарно мы с вами возмущались, в конечном счете взялись за вилы и пошли на улицу. Но так же нельзя, понимаете, нельзя. Бунт, вы помните, как у Пушкина, бессмысленный, беспощадный, нельзя до этого допускать. Мы должны удержать страну, удержать власть. И в конечном счете, Владимир Владимирович Путин, вы стали, просите меня, предателем своего народа. Вы сдали свой народ. В конечном счете, олигархи сдадут вас. И вы будете где-то там на задворках истории. В Казахстане рядышком интересная страна Казахстан. Там проводили на заслуженный отдых Назарбаева, проводили его в историю. Куда мы проведем своего президента? Я, честно говоря, не знаю. Я хочу им гордиться. Я хотел им гордиться. Я хочу гордиться и моей страной, моим городом, моим краем. Это, кстати, и вопрос к тому, который сейчас является губернатором нашего края, Кожемяка. Пожалуйста, сделайте так, чтобы очередная женщина, которая у вас в жонах, не была очередной миллиардершей. У нас, как правило, так, губернатор, а жена миллиардерша, очередная миллиардерша. Каким-то образом сделайте так, чтобы Надеждинская птицефабрика возродилась. Там несколько сотен человек теряют свою работу. У нас дальше свинство, которое развели в Приморском крае, даже не запахивают эти самые отходы. Это же называется по нам, по всем идет. То есть мы еще мясо не видели, но свинство уже нам подсунули везде. мы сейчас видим на острове Русском это умирающее место. Центр города Владивостока умирает. Фрунзенский район, туда 11 километров, 12 километров дороги, ее не построили, не построили тогда, не построили сейчас. Я в свое время говорил, уж так случилось, Шуваеву говорил, что вы столько миллиардов рублей уперли сюда, во Владивосток, а построить дорогу не способны. У нас нет денег. Я говорю, да я вам сейчас найду эти деньги, вот вы знаете, делают вид, что копают эти самые камни в Надежском районе, а на самом деле их берут на острове Русском. И полтора миллиона кубовых камней туда бросили под эти самые наши опоры, под наш мост. И так просто Русский ничего не получил. И до сих пор там люди буквально вымирают, вы знаете, вот как. Я там служил, я там был замком геродивизии морских и десантных сил. И вот сейчас смотрю, до чего-то такой же степени мерзости, такой степени обманства, такой степени цинизма доходит ныне существующая власть. Поэтому я считаю, что непременно необходимо, если митинг будет с резолюцией, первое, то, что Грудинина забаллотировали по выборам, 20 миллионов человек за него проголосовало бы, как за предел, второе место получил на выборах, и его не считают нужным ему быть в Думе. Там девушки в трусах там бегают под Думе, а Грудинина не пускают. Это же называется мерзость и пакость первое. Ну и так далее. Поэтому Путин помнит, олигархи тебя сдадут, только народ тебя поддержит. Кожемяка, ты тоже помни, что не рожай очередную миллиардершу в городе Владивостоке, в Приморском крае, а хоть каким-то образом позанимайся краем, позанимайся его экономикой, если ты способен на это. Ну а мы уж с вами, нам необходимо быть ближе, больше, по честнику, по честному, как говорят молодежь, по честнику, во всяком случае не давать себя обуть в очередной раз, не давать себя раздеть. Ну и вот то, что я хотел сказать. и еще последнее, я прошу это мое выступление считать заявлением в партию коммунистов в Приморье. Товарищи, в следующий сом представляется Лиге Ирвины в свете экологического движения. уважаемые граждане, здесь есть медики, человеку плохо, обратите внимание, окажите, пожалуйста, первую помощь, кто может. Всем спасибо. Вот, человек эпилепсия. Кто сможет помочь, подойдите, пожалуйста, если есть такие. Экотсида. Справа, ближе в сторону железнодорожного вокзала. Я приветствую вас. Приехала выступить по поводу экоцида. творящегося и планируемого в отношении жителей Приморского края и особенно Юго-Приморского края. На данный момент город находка находится в фактическом угольном экоциде. Все площадки по перевалке угля действуют не в соответствии с законодательством Российской Федерации. С грубейшими нарушениями. Сейчас вы видите справа от меня стоят жители многострадальной улицы Тополевой города Владивостока, в которой угольный экоцид с 2011 года. Четыре человека ушло от рака легких и болеют даже дети этой улицы, астма и другие заболевания. Это нарушение конституционных прав. В основном во всех законодательных собраниях, в думах, в Госдуме представлены депутаты Единая Россия этой партии преимущественно чиновников. и я сейчас выражаю этой партии недоверие в связи с тем, что госслужащие до сих пор не остановили экоцид. Это нарушение конституционного права на благоприятную окружающую среду, право на жизнь и на охрану здоровья. я прошу внести в резолюцию запрет открытой перевалки угля на территории населенных мест, немедленного закрытия этих площадок по перевалке угля на территории города Находки и на улице рядом с улицей Тополевая города Владивостока. этот беспредел нужно немедленно заканчивать. Кроме этого, я сегодня хотела бы подчеркнуть, что надвигается нефтехимический экоцид города Находки и партизанского района. У нас теперь появился закон о территориях опережающего социально-экономического развития появилась территория опережающего развития под названием нефтехимический. В состав этой территории включили даже охранную зону особо охраняемой природной территории морского заказника залив Восток. А ведь на территориях опережающего развития в полном объеме не действует российское законодательство. Я подчеркиваю, что сейчас Россия ведет активную деятельность по защите интересов России вне границ Российской Федерации. Но мне бы хотелось чтобы наше правительство администрация президента губернатор обратили внимание на то, что через этот закон о территориях опережающего развития сдается Россия и это нужно прекратить. Я прошу внести в резолюцию дополнительно именно протест против этого закона о территориях опережающего развития. Вот мы здесь стоим сейчас тополевцы. Вы все видите, что улица пришла. Все, кто может, кто не на работе сейчас, все пришли, чтобы выразить свой протест против угольного экоцида. это преступление, за которое 20 лет лишения свободы с момента планирования. Почему до сих пор столько лет он продолжается? Спасибо за внимание. Спасибо. Следующее слово представляется представителю Родфронта Вадиму Николаевичу Потопейко. Дорогие товарищи, сегодня мы пришли не слезы лить на эту почту. Мы пришли и здесь звучит гордо, настойчиво и смело призывы положить конец беспределу над издевательствами, над нашими правами. Да! были девяностые и у нас отняли, обманули и разрушили советскую власть. Приватизировали или прихватизировали Союз Советских Социалистических Республик. Но истории колесо нельзя повернуть встать. История восстановит права, порушенные этой антинародной властью. И порукой тому наша гражданская позиция, позиция тех, кто пришел сюда на эту площадь и гордо поднял красное знамя. Порукой тому гражданская позиция вот таких людей, борцов за права и свободу рабочего человека Тарунина Мария Алексеевна. Ей вчера было и исполнилось 90 лет, но она и сегодня в строю борцов, бойцов и не сложила, не изменила своей гражданской позиции. С 91 года она вот на этой площади на пикетах. Она среди рабочих, она среди населения, она отстаивает и предана верно делу коммунизма. И сегодня я выполняю почетное поручение Центрального комитета Коммунистической партии КПСС, которая объединяет всех граждан, всех, кто стоит на позиции коммунизма и борется за его торжество на всей территории бывшего СССР. Мы и думаю вы присоединяй, присоединитесь поздравлением по случаю 90-летия со дня рождения Марии Алексеевны, наше ей поздравление и пожелание крепкого здоровья и награда Центрального комитета медаль за верность делу коммунизма, за его торжество и возрождение. Разрешите мне эту медаль вручить Марии Алексеевне. Служу Советскому Союзу! Служу Советскому Союзу! Служу! Служу рабочему классу! Дорогие товарищи, друзья, я обращаюсь к вам. Будьте верны традициям наших отцов и дедов. Традициям, которые заложены не одним поколением наших предшественников и они воплотились в тех правах, которые дала нам советская власть. Нам их возрождать. думаю, такая гражданская позиция, как у Марии Алексеевны, она присуща миллионам. Победа будет за нами. Да здравствует социализм. Ура, товарищи! Ура! 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 Да здравствует советская власть. Товарищи, следующее слово выдавается активисту, жителю города Владивостока Владимиру Дубовскому. Всем здравствуйте, граждане. Я когда шел на этот митинг, меня посетила вот эта мысль, сколько это будет все продолжаться. до каких пор наш город, наш край, нашу страну будут грабить жулики и воры, которые засели везде, засели в Кремле, засели в краевой администрации. Сейчас они проникли в администрацию города. Куменюк, Николаев, Кожемяка, это все одна банда, банда братков, пришедших во власть из 90-х. Многие жители края знают, чем занимались эти люди в 90-е годы. Но самое ужасное, то, что мы не можем объединиться. Я звал на этот митинг очень много своих знакомых. Они говорили, нет, организаторы КПРФ, нам не подходит их идеология, мы не хотим выходить под их флагами. На самом деле это неправильно. Нужно всегда помнить историю, вспомнить и великую отечественную. Разве тогда задавались люди, куда они идут, за какую идеологию? Люди выходили все вместе, несмотря на национальности, несмотря на религию, несмотря на какие-то социальные статусы. Все были едины. Наш враг сейчас един как никогда. Жулики и воры, называющие себя партией «Единая Россия», всегда вместе держатся друг за друга и отстаивают свои преступные интересы. А что мы? Мы глядем друг друга, мы обвиняем друг друга в неправоте, мы докапываемся до идеологии, до названия наших движений, до того, кто в какой партии. Мы скатились до того, что мы перестали считать себя одним народом. Люди смотрят друг на друга, как волк на волка. Где ваши знакомые? Где ваши родственники? Почему вы не привели этих людей? на работе! Хорошо, кто-то на работе. Нужно объявлять забастовку. Не нужно выходить на работу до тех пор, пока во власти у нашей родины стоят жулики и воры. Не стоит им оказывать какие-то услуги. Нужно объявлять бойкот этой власти. Эти жулики постоянно нам говорят, что мы никто. они считают нас за рабов, за скон, за обслуживающий персонал. Вы согласны с этим? А вы хотите это терпеть? Тогда выходите каждый раз. Без разницы какая партия проводит митинг. Без разницы какое движение пришло на это мероприятие. Нужно выходить всегда. Приводить с собой своих родственников, знакомых. нужно быть единым. Мы должны показать этим жуликам, что это наша страна, что это мы здесь власть, что никакая кучка жалких жуликов, у которых родственники живут за границей. Они отправили своих детей туда учиться, они имеют там бизнес, они крабят нашу страну, они вывозят деньги из нашей страны, а мы это все молчим и терпим. Мы критикуем друг друга, но не критикуем мы будем это терпеть. Скажите кротче. У меня все. На самом деле моя речь несет новая конструктива, но она о главном, о единстве. Я призываю всех, чтобы мы были как никогда едины. Пока мы едины, мы непобедимы. 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 Сейчас я хочу позвать микрофону такого же городского активиста Марии Женченко. Пожалуйста, выслушайте ее. У нее очень важная тема. Всем здравствуйте. Нами управляют неспециалисты. И сейчас я это объясню на конкретном примере. Вот в 12-м году у нас построили мост на остров Русский. И сейчас наш регион за него пинает просто все остальные регионы страны, потому что этот мост накупится примерно уже после того, как я умру, наверное, накупится. А все почему? Потому что построили и не развиваем. потому что у нас не специалисты управляют нами, управляют нашими бюджетами, управляют градостроением, управляют всем. Посмотрите на этот мост, часто вы по нему ездите. А на чем по нему ездить? Нам нет автобусов. Я запустила общественную компанию за автобусы на остров Русский, но департамент транспорта сказал, что у них все в порядке. Я прошу потом прошу прощения. Остров Русский не развивается. Там построили кампус, на который невозможно добраться. Там до сих пор сидят военные, которые держат дорогу. И вся красивая дорожка до кампуса хорошо сделана. А дальше, где живут реальные люди, где стоят поселки, там грунтовая дорога, которую держат военные и даже не хотят ее заасфальтировать. То есть развития никакого. Хотя на острове можно было бы сделать прекрасную инфраструктуру и окупить этот мост уже в ближайшее время. Но всем наплевать. Главное, чтобы та дорога, по которой Путин каждый год ездит на саммит была красивой. А что там дальше, не важно. Пусть там стоят картонные фасады и все. Мы не хотим, чтобы наш город развивался черти как. Мы не хотим этой дурацкой точечной застройки, из-за которой пробки, из-за которой не проехать, из-за которой у людей прекращается солнечный свет в домах. Все потому, что нами управляют не специалисты, которым на нас плевать. Но нам же самим на себя не плевать. Нам приходится самим продвигать инициативы в свою защиту. И я призываю каждого задуматься о том, как он может повлиять на наших управленцев и сделать что-то для нашего города. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Это долевое строительство. Граждане России, желающие решить свой жилищный вопрос за свои деньги, доверяют их генеральному подрядчику, который строит свой бизнес по принципу финансовой пирамиды. Эти граждане неуклонно пополняют ряды людей, которые мы все называем обманутыми дольщиками. Их число в России не подсчитано. По некоторым оценкам уже свыше 300 тысяч человек. Они выходят на митинги, пикеты и даже демонстрации. Их услышали президенты правительства. И вот с 1 июля этого года вступят изменения к закону номер 204 к федеральному закону, который, мы надеемся, позволит людям контролировать целевое расходование своих денег. Но этот закон совершенно не охватывает еще одну большую группу людей. Это членов жилищно-строительных кооперативов. ЖСК это добровольное объединение людей, объединивших свои деньги, свои усилия, чтобы построить жилье себе. Но, конечно, они не своими руками на субботниках строят это жилье, а тоже нанимают генерального подрядчика и пополняют ряды обманутых пайщиков. И вот для нас обманутых пайщиков. Законы, к сожалению, не писаны. Я хочу рассказать вам о кооперативе «Остров», который находится на острове Русском. Вот только что о нем говорили, о его бездумном развитии, не развитии, не знаю, как это назвать. Вот этот кооператив был создан в 2012 году, более шести лет назад, сразу после всем известного большого саммита. В создании кооператива принимали участие Игорь Шувалов, в то время вице-пренер, Александр Плудник, директор Фонда Российского Содействия развития Жилищного строительства. Сейчас это дом РФ, и Плудник является директором этого дома. Нам обещали очень быструю постройку поселка. Обещали, что преподаватели и ученые из Института будут жить в этом поселке рядом с университетом. А преподаватели и сотрудники институтов ДВО РАН это те люди, которые в соответствии с федеральным законом имеют право получить от государства кусок бесплатной земли и за свои деньги построить там жилье. И вот нам обещали, что да, в 2014 году вы уже заедете в свои дома. Прошло более шести лет. Поселок не построен. У нас в кооперативе сейчас более трехсот пятидесяти семей. Среди них еще и десять многодетных, которым тоже предоставлено право вступать в такие кооперативы. Я не буду рассказывать о всех проблемах, с которыми столкнулся в кооперативах. Их очень много, и это очень долго. Основная была это поиск генерального подрядчика. Наконец, в 2016 году инвестиционно-строительная компания Аркада, крупнейшая, наверное, Приморском крае, зашла на наш участок. Началась активная стройка, мы были рады, мы думали, что в эти годы через два мы заедем в свои дома. И что вы думаете, в прошлом году стройка практически остановилась. Аркада получила от кооператива огромный аванс, выше миллиарда рублей. И только часть построила на строительство. Дом РФ назначил две аудиторские проверки очень крупными международными компаниями. И они не нашли даже следов около 800 миллионов наших денег. Попросту говоря, нас ограбили. Кто, кого ограбили? Ограбили ученых, ограбили преподавателей вузов, тех людей, которые в 90-е годы учили, которые не гнались за длинным рублем, которые выстояли все это время, развивали науку, учили студентов и нас ограбили. Кому обращаться, мы не знаем. Законов, защищающих нас, просто нет. Это поняли уже и в Доме РФ, и в Администрации Приморского края. И вот тот закон, о котором я говорила, он тоже никак нас не защищает. А кроме того, эта Аркада, она не построила не только наши дома, она не построила городскую дорогу, инфраструктуру поселка. На это все были выделены государственные деньги, потому что это микрорайон города, и он очень нужен для развития острова Русский, для развития всего города Владивостока. Дорогие сограждане, у нас есть предложение от нашего кооператива. Давайте включим в резолюцию пункт, во-первых, о том, чтобы наш поселок был достроен. Это нужно нашей науке, это нужно нашему большому образованию, это нужно для закрепления кадров высшей квалификации на Дальнем Востоке. И второе, поручить правительству доработать закон о долевом строительстве с тем, чтобы жилищные строительные кооперативы тоже были включены и тоже были защищены от финансовых махинаций и добросовестных генеральных подрядчиков. Спасибо за внимание. Мы все хотим сказать о своей проблеме, если кто не знает, мы отдельно, наш кооператив остров, мы все страдаем больше шести лет и у нас уже, я не знаю, уже бросаем работы свои, выходим на митинги, извините, но мы все преподаватели и научные сотрудники и профессора все здесь стоим и все наши дети здесь стоят. Мы остались без домов, мы их ждем больше шести лет и хотим, чтобы на нас обратили внимание, оказали тоже помощь, мы вложили деньги, мы полностью взяли ипотеку, кредитов, и нам тяжело, и мы все страдаем и мучаемся, и приходится нам выходить на эти митинги. Поэтому хотим, чтобы все обратили внимание на нас и на нашу боль. У нас уже выросли дети, у многих их по двое, по трое, а некоторые уже и тоже в пенсионном возрасте находятся, но все-таки хотим дождаться наших домов. И правильно сказали, остров русский нужно развивать, и чтобы преподаватели тоже находились и жили рядом с университетом, как и предполагалось ранее, чтобы жилье было и для преподавателей в доступном месте и в красивом месте. И остров русский был тоже самым красивым местом у нас в Туримокском крае. Спасибо. Спасибо вам. Товарищи, слово предоставляется работнику ДВРАН Антону Грущину. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Я хотел бы снова поднять тему строек в районе Академгородка. Напоминаю историю проблемы. Еще больше 10 лет назад, точнее, началось еще в 70-х, когда ДВРАН выделили 160 гектаров земли для строительства институтов и для развития науки на Дальнем Востоке. Но около 10 лет назад значительная часть вот этих участков в результате довольно мутных схем попала в частные руки, потом продавалась, перепродавалась и сейчас она находится в руках трех компаний застройщиков, которые хотят построить на ней огромные многоэтажки. При этом земля там такая, что там просто так братья строить нельзя, потому что там растут красногнижные деревья, пород деморфан. Раньше там было их очень много, но потом, ну уже после того, как эту землю продали, однажды утром большую их часть нашли срубленными и сваленными в овраг. Ну, виновных, разумеется, не нашли, но как бы понятно, кому выгодно. Мы, ученые, сотрудники ДОВОРАМ, против этого строительства, потому что в наших институтах ну там бывают проводятся опасные эксперименты, ну там работаем с такими небезопасными веществами, то есть фактически этим строительством закладываются основы для будущего конфликта между жильцами этих домов, которые будут требовать, чтобы, ну, перенесить от нас эти опасные институты и, собственно, научными струдниками. Притом проблема эта, как я уже говорил, тянется уже больше 10 лет, с 2008 года, ну там разрешение на строительство периодически кто отменяет, тот дают. Вот последний на сегодняшний раз вот при предыдущем исполняющем обязанности мэра Веркиенко строительство запретили, назначенный недавно его мэра Гуменюк, о котором здесь уже упоминалось, снова его разрешил. При том, что строить на этой земле нельзя, так как она проходит по уголовным делам. То есть фактически это было сделано с обнаружением закона. Поэтому я хотел бы призвать внести в резолюцию требование запретить стройку в районе Академгородка. Мы ученые, научные сотрудники стараемся ну сдействовать на общее влага, создавать ну дешевое лекарство и новое лекарство от различных опасных болезней, новой технологии. и мы хотели бы, чтобы наука на Дальнем Востоке у нас развивалась. Понятно, что стройки нужны, но стройте в тех местах, где нету деревьев, где это не мешает другим. дарить. Спасибо. 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 Товарищи, для зачитания резолюции приглашается председатель Краевого Женского Союза Надежды России Искова Татьяна Николаевна. Резолюция митинга 23 марта 2019 года, воспользовавшись поражением народно-патриотических сил во главе с Грудининым на выборах президента 19 марта текущего года реакция приступила к наступлению на права и свободы трудящегося населения России. Был увеличен возраст выхода на пенсию. Увеличение до 20% налога на НТС привело к резкому росту цен на топливо, продовольствие и товары первой необходимости. Уменьшение реальных доходов населения происходит шестой год подряд. Растут тарифы на услуги ЖКХ, растет число нищих и бедных слоев населения. Ясно, что политика либерального олигархистического правительства Путина Медведева Орешкина не способна вывести Россию из кризиса. Митинг трудящихся требует правительство министров капиталистов Медведева Орешкина в отставку. Да здравствует новое правительство народного доверия. Правительство народного доверия претворить в жизнь антикризисную программу КПРФ. Возвратить социальное завоевание советской державы. Обеспечить людям труда достойную жизнь, право на отдых и образование. прекратить русофобию и антикоммунизм как идеологии и движения, нарушающие нынешнюю российскую конституцию и законы об экстремизме. Долой диктатуру олигархов и чиновников вернуть власть трудовому народу, остановить рост цен на продовольствие, топливо, тарифы ЖКХ, ликвидировать коррупцию и произвол властей, ввести прогрессивный налог, принять наконец-то закон о детях войны на федеральном уровне, провести национализацию стратегических отраслей экономики, утвердить доступное образование, медицину, жилье для всех граждан Российской Федерации. Отменить пенсионную реформу в ее антинародном виде, увеличить пенсии до 50% от средней зарплаты работника за последние три года. Руки прочь от руководителей КПРФ, остановить политические провокации в отношении председателя Зюганова, бывшего кандидата президента Грудинина, коммунистов Бессонова, Харжана, Мы требуем от представителей власти честного расследования и выявления виновников фальсификации выборов 16 сентября текущего года в Приморском крае. Партии власти Единая Россия главный виновник обнищания народа. Мы требуем гласного и открытого расследования всех обстоятельств приведших Россию к сегодняшнему кризису и роли Единой России в этом процессе. От губернатора Кожемяка требуем восстановить плановый характер развития экономики Приморского края. Уважаемые товарищи все дополнения выступающих на сегодняшнем митинге будут обязательно внесены в резолюцию митинга. Спасибо. Кто за такую реценцию с учетом дополнений? Основу. Спасибо. Есть предложение дополнить первое. Путина в отставку долой правительства капиталистов третье повсеместно формировать органы народного самоуправления крепить единство есть предложение добавить? Кто за то чтобы добавить предложенное? Товарищи спасибо всем кто пришел на митинг митинг объявляется закрытым.